Для придания юридической силы любому документу необходима подпись. С ее помощью человек подтверждает содержание документа. Часто бывает, что необходима подпись руководителя какой-либо организации, но его нет на месте. В таких случаях используют фоксимили – механический аналог собственноручной подписи руководителя или другого ответственного должностного лица в виде штампа или печати. Допускается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лишь в случаях установления гражданских правоотношений между двумя сторонами. То есть в случае, если одна сторона заключает договор с другой стороной, но при одном условии, что обе стороны имеют другой договор, который может заключаться в простой письменной форме, в соответствии с Гражданским законодательством, о том, что будет применяться такая подпись, фоксимильная подпись или фоксимиле. Поэтому, как правило, лишь договора в Гражданской правовой сфере заверяются фоксимильной подписью. Также фоксимильная подпись может применяться в таких незначительных документах, как различные грамоты, почетные грамоты, благодарности конкретного работателя. Запрещено использовать фоксимильную печать на налоговых декларациях, векселях, доверенностях, платежных поручениях. В случае, если фоксимильная подпись применялась в любых случаях, когда это не предусмотрено договором между сторонами, то есть контрагентами, данный документ может быть спорен с судом. Единственный случай применения фоксимиле – это соглашение между сторонами о том, что фоксимильная подпись будет использована. И опять же, это касается лишь гражданских правовых и правоотношений, ни трудовых, ни каких-либо других отношений. Фоксимили – удобное средство, но не безопасное. Применение такой подписи законодательством не регламентировано, и воспользоваться фоксимильной подписью может любое лицо. Чтобы снизить риск неблагоприятных юридических последствий, руководитель организации может утвердить своим приказом инструкцию о порядке использования фоксимильной подписи.